Строители зашли на эту площадку в июне 2018-го и за год возвели современный корпус. Порядка 300 миллионов рублей на строительство пристройки было выделено городским и краевым бюджетами. Сейчас строители завершают монтажные работы, благоустройство территории и начинают собирать мебель. Проблем в вопросе подключения коммуникации, отмечают специалисты, нет. Кубанинерго, мы сегодня бы уже закончили. Сегодня был сильный дождь, испугался. Оно у нас все. А водоканал? Водоканал нет. Значит, по водоканалу, я их выдернул вчера на 15-ю школу, сказали, что они закончат завтра в пятницу, понедельник сделают здесь. Здесь фронт работы. Один колодец и две трубы. То есть у нас рисков никаких нет. Я пока не вижу. Если в пятницу не будет сделано, тогда я забью в тревогу. Ну давайте, а теплосиди? Значит, по теплосидям то же самое они в пятнадцатом отрабатывали. Здесь они еще не появились в теплосиди. Ну выдерну завтра сюда. В новый корпус приедет вся начальная школа, которая будет работать автономно от основного здания. Пристройка рассчитана на 400 мест. Это позволит 82-й школе работать без второй смены. То количество детей, которые мы переводим в это здание, существенно изменит общую нагрузку на основное старое здание учреждения и даст возможность обучающимся школы, всей школы учиться в этом году в одну смену. Практически со всей территории поселка здесь обучаются дети. Сюда приезжают дети, начиная от Салахаула, если родители хотят, и заканчивая буквально в прямом смысле перевала. Хотя, конечно, основная территория – это улица Армавирская, Шишкино, Летняя и небольшие щелочки, ведущие к морю. По сути, новая пристройка – это отдельная школа. Свой пищеблок, актовые и спортивные залы, есть даже кабинет для танцев. Мы очень хорошо, что мы с этого учились в СДО местных и со спортшколой. У меня от спортшколы Олимпийского резерва здесь занимаются дети как раз хореографии. То есть мы здесь решаем вопросы не только начального образования, но и занятости. Также в корпусе предусмотрены кабинеты для логопеда и психолога, а это медиа-центр. Здесь будет компьютерный класс и библиотека. Анатолий Пахомов отметил качество работы и предложил подрядчикам взяться за новые объекты. Мы, с учетом того, что вы качественно строите школы, мы вам предлагаем, чтобы вы приняли участие в торгах на школу на Мамай. По другому подрядчику, который тоже активно занимается у нас строительством социальных объектов, мы предлагаем строить, чтобы он стал подрядчиком по Красной Пали. Проектно-сметная документация по этим двум новым школам уже готова. Сейчас город ждет финансирование. Оно поступит в следующем году. Решаются вопросы и по дополнительному корпусу 23-й школы. А этот корпус, как и пристройка в 15-й гимназии, откроет свои двери 1-го сентября, но фактически будет готов уже 1-го августа. А значит, есть время для того, чтобы оборудовать школу в соответствии с требованиями. На три месяца он раньше сдают. Это спасибо большое, потому что мы просили, что надо к 1-му сентября, буквально 1-го августа, строительная готовность полная. Они уже вымоли все это дело и вам знали. Они еще не уходят, но они будут заниматься вместе с вашими учителями, установкой оборудования, досок и так далее. Что нужно сделать? Уже у каждой аудитории 1-го августа должен быть учитель. В начале следующего года в Сочи добавится еще 1100 учебных мест. Бывшее здание Сочинского госуниверситета на Макаренко 8А станет новой школой. Под номером 101.